Совершается работа над очень необычным сочинением. Необычно то, что молодой, великий композитор, гениальный композитор Безе обратился к русской теме. У меня поначалу даже никак не складывалось название «Иван Грозный», и Безе, его вот эта шикарнейшая мелодика, ну просто невероятной красоты музыка. Я думаю, боже мой, как же можно, у меня не складывается Мария, Иван. Казалось, ну невозможно в этой французской музыке вот так выразить ярко эти всех образы и характеры. И, конечно, взгляд иностранца на Россию тут достаточно наивный, но в нем есть те искорки правды, за которые можно зацепиться. Ну, во-первых, нам подарили возможность показать молодого Грозного. Еще не Грозного, а романтического. Мой образ заставляет полностью пересмотреть наше современное отношение к Ивану Грозному, который на Западе незаслуженно называется «Иван ужасный», «Иван терребл». И хочу заметить, это совершенно по-другому звучит, нежели Иван Грозный. Здесь мы показываем его совершенно другим, не таким, каким мы привыкли его видеть на картинах, уже в известных нам фильмах. При том, что царь молод, царь горяч, потенциал в нем чувствуется. Он Грозен. И он настоящий царь, и в постановке мы это видим. Иногда прям аж мурашки по коже, когда у него есть такие вот лейтмотивы, да, вот прям думаешь, ну правда, вот это все так и было. Мы придумали конструкцию, которая у нас на сцене трансформируется. У нас действие начинается в горах, потом горы становятся Кремлем, потом становятся светелкой, потом становятся площадью красной. А костюмы такие вот, вариация на тему русского исторического костюма. Скорее это такая фантазия, чем такое вот точное исследование исторической буквы. Все обещает быть грандиозным. Редчайшая опера, редчайшее исполнение, никогда не ставилась. Красивейшая музыка, впрочем, как и вся музыка Жоржа Безе. Тут море шлягеров. Что ни возьми, Арию Марии или первый хор этих кавказских женщин, или хор девочек «Выбирание невесты». То есть она изумительно по своей мелодике, и она моментально ложится на ухо, и она становится твоей просто. Это редчайшее качество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова